Спустя почти 4 месяца после принятия закона об обязательной установке кнопок Эра ГЛОНАСС, автовладельцы наконец услышали, как и где это можно сделать. Руководство акционерного общества ГЛОНАСС на встрече с журналистами раскрыло подробности установки нашумевшего устройства и предложило людям временную упрощенную схему регистрации своих автомобилей. Как только машина поступает на склады временного хранения, человек должен позвонить официальному представителю ГЛОНАСС в Приморье и приобрести кнопку, у которой есть определенный номер. Далее его автовладелец сообщает в службу сертификации и на основании этого получает СБКТС. После в таможне, предъявив СБКТС, получает и ПТС. Забирает машину и на ней едет устанавливать систему безопасности ГЛОНАСС. На это ему отводится ровно 5 дней. После этого водитель регистрирует свое авто в ГАИ. Временный режим был озвучен только вчера, пока мы никаких документов не получали. Мы ожидаем в режиме ожидания. Руководство ГЛОНАСС заверило, что эта схема начнет действовать уже с 4 апреля. К этому моменту во Владивосток доставят первую партию кнопок. К слову, их будет всего 1000 штук. В то время, как только на складах Владивостока уже скопилось около 2000 машин, не считая автомобили в Японии. А когда прибудет вторая партия кнопок, никому неизвестно. И вопрос, как часто они потом будут поступать в Приморье, тоже остается без ответа. Понятно, что изменений как таковы сейчас мы еще не получили. Мы только их слышим. Ощущений еще тоже нет никаких. Но то, что обстановка нагнетена уже, социальная напряженность. Но благодаря вот этой инициативе как-то это все уже сходит на нет. Примечательно, что первая часть эры ГЛОНАСС будет роздана, что называется по принципу «кто успел». Сегодня во время пресс-конференции разработчики заключили договор с пока единственной компанией, которая теперь имеет официальное право устанавливать кнопки «Эра» в Приморье. Подрядчик даже уже придумал порядок вручения заветных устройств. С 1 апреля планируем начать электронную запись и при поступлении приборов «Эра ГЛОНАСС» с 5 числа готовы масштабно приступить к их установке и активации. Правда, пока электронную очередь еще не открыли, записаться на получение кнопки можно по телефону. К слову, согласно планам, в регионе появятся еще компании, которые также смогут устанавливать ГЛОНАСС. Сегодня на это право уже претендует порядка 10 организаций. Кстати, сама процедура установки занимает в среднем 20 минут. А вот окончательную цену на кнопки не озвучили. Сказали лишь, что она будет варьироваться от 10 до 30 тысяч рублей. В эту сумму входит и покупка устройства, и его установка. Причина такого ценового разбега – аппетиты компаний, которые будут устанавливать данную систему экстренного реагирования. Ведь, по сути, проект коммерческий. Это уникальная система и первая в мире. Мы этим гордимся, мы всегда на всех уровнях это озвучиваем. Поэтому денег было потрачено много. Более того, ранее сообщалось, что устройство «Эроглонас» начнет работать только после проведения краш-тестов. Однако сегодня московское руководство заявило, что теперь бить автомобили уже не обязательно. Но вот сработает ли данная система в случае экстренной ситуации, уже никто не гарантирует. Речь идет лишь о риске, который переходит в ответственность самого гражданина. Потому что система не была проверена теми самыми так называемыми краш-тестами. И гарантировать ни производитель, ни автопроизводитель на сегодняшний момент не может, что система сработала в автоматическом режиме. Несмотря на все, руководство «Эроглонас» настаивает, что кнопка «Эра» – полезное изобретение, направленное на спасение жизни людей. Некоторые автомобилисты с этим согласились. Но начали переживать, что не на всех дорогах даже Приморского края ловит сотовая связь. А значит, и «Эра» в некоторых уголках региона будет бесполезной. Но и на этот аргумент у разработчиков нашелся ответ. Они заявили, что для нашумевшей кнопки нет преград. Но кроме этого есть еще и резервный канал – это СМС. При этом, если связь совсем плохая, и установить голосовую сессию невозможно, то все-таки отправка СМС возможна. Удовлетворит ли сегодняшняя встреча приморских автовладельцев или нет – неизвестно. Но в любом случае, «Эглонасовский» лед тронулся. Остается только ждать, когда установка кнопок встанет на поток. А тем временем, уже в следующем году правительство страны планирует оглонасить все машины, находящиеся на территории Российской Федерации. Ирина Мокрецова, Евгений Волынец, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.